Заведующая библиотека сегодня заведует фитобаром. Для школьников Раиса Марченко приготовила чай из липы. Чай липовый очень хорошо помогает при простудных заболеваниях. Его можно еще заварить с медом. Вообще будет очень замечательный чай. Дети попробовали 10 видов чая из лекарственных растений. Из шиповника, мелисы, мяты, иван-чая и других. Фитобар в библиотеке открыли впервые и всего на один день. В рамках городской акции «За здоровый образ жизни». Мне понравился тоже лимонник. Он такой кисленький, вкусный. Я пью липовый чай, потому что он мне очень понравился и он полезен для здоровья. Мне понравилось больше о малине, что она очень вкусная, что она полезная, что из нее можно варить чай. В медицине используется более 200 лекарственных трав. О лечебных свойствах некоторых школьникам рассказала методист детского экологического центра. У нас есть участок, где растут эти лекарственные растения. Мы это все время, каждый год сушим. В этом году ребята с города могут попробовать наши засушенные плоды шиповника. Мы засушили мелису, мяту. Мелисса успокаивает. Боярышник помогает сердцу. Шиповник – источник витамина С. Поэтому настоящий друг при простудах. Многим растениям найдется место не только в аптечке, но и на кухне. Белой шапки стоит дед. Если дунешь, шапки нет. Из него варят варенье, заваривают чай, делают салат. С крапивой самый первый зеленый. Салат. Ну и можно тоже чай. Потому что крапива тоже считается лекарственной. Травяные настои принесут пользу, если знать свойства растений и использовать их в правильной дозировке. Любой фиточай должен быть свежим, подвели итоги взрослые. Теперь дети смогут подсказать родителям, какими травами пополнить домашнюю аптечку. Наталья Погодаева, Александр Рассказов, Альфа-Новости.